По меньшей мере, семь человек стали жертвами урагана Майкл, который обрушился на восточное побережье США. Среди погибших – 11-летний ребёнок. Трагедии произошли в штатах Флорида, Джорджия и Северная Каролина. Предписание эвакуироваться получили более 370 тысяч человек. Губернатор штата Флорида осмотрел разрушения с воздуха. Сильно пострадали прибрежные города. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Многие дома разрушены полностью, у некоторых зданий, в том числе и школьных, сорваны крыши. «Особенно сильные разрушения в Мексико-Бич. Они просто опустошающие. Нужно благодарить Бога за то, что там никто не погиб». А это небольшой частный зоопарк в городе Панама-Сити-Бич. Помимо прочих зверей, здесь живут капибары, аллигаторы, лев, тигры и жирафы. Перед ураганом здесь сделали всё возможное, чтобы минимизировать ущерб для животных. Некоторых перевезли в безопасные места. Однако звериных жертв избежать не удалось. Двое всё-таки погибли. Также повалено много деревьев. «Ночью мы были в отеле через улицу от зоопарка и наблюдали, как падают деревья. Конечно, перед этим мы обезопасили животных, поэтому просто наблюдали. Мы лишились всей аллеи вдоль забора и в целом, наверное, четверти наших деревьев. Придя утром, мы увидели полное опустошение». Теперь предстоит большая уборка. Но и это будет сделать не так-то просто. После урагана в городке нет электричества и не работает телефонная связь. Майкл стал третьим по силе ураганом, который когда-либо обрушивался на материковую часть США. Позже он ослаб до тропического шторма и двинулся на северо-восток, неся линии опасной для жизни наводнения в штаты Джорджия и Вирджиния. «Международная космическая станция впервые может остаться без экипажа. Полёты ракет «Союз» в космос приостановлены после аварии. Она произошла на 123-й секунде после запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ». На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейк. Они катапультировались и благополучно приземлились. «По предварительным данным, по секундам полёта – это, видимо, причина при отделении первой-второй ступени». Эксперты говорят, что система аварийного спасения сработала в третий раз в истории отечественной космонавтики. Это уже было в 1975 и 1983 годах. Вадим Лукашевич работал над созданием самолёта в Су, а также над несколькими военными моделями в Сколково. Он считает, что авария стала следствием того, что правительство на центральном уровне не уделяет российской космической индустрии должного внимания. «До нас сейчас космонавтика – чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело. Вот от этого сейчас все проблемы. И она выживает как-то сама. Ребята, что, денег? Ну, найти вам денег. Ещё что-то? Ну, найти. Только не нуйте». И так далее. То есть, а вот какого централизованного внимания, серьёзного внимания, в общем-то, нет. Программа запусков ракет «Союз» приостановлена до выяснения причин нынешней аварии. После этого ракету нужно будет снова сертифицировать. Это необходимо сделать к декабрю, на который запланирован следующий пилотируемый полёт к МКС. «Союз» был единственной ракетой, которая доставляла астронавтов на станцию. В настоящее время на борту космической лаборатории находятся россиянин, американец и немец. Если они вернутся на Землю, а новый экипаж не доставят, то МКС останется без людей. Это грозит тем, что без корректировки курса орбита станции может критически измениться. На Землю космонавты могут вернуться в капсуле «Союз». Однако недавно в ней была обнаружена дыра. Также есть резервный спусковой аппарат. Но срок его безопасной эксплуатации истекает через три месяца. На этом плакате написано «Извините, не для продажи». Афинский Акрополь закрыт из-за забастовки. Её организовали сотрудники греческого министерства культуры. В результате туристы не смогли попасть на территорию самой популярной достопримечательности страны. Работники объявили 24-часовую стачку из-за опасений, что некоторые самые знаковые исторические места страны будут включены в списки на приватизацию. Власти это отрицают. В знак протеста также закрылись некоторые археологические места и государственные музеи. Туристы разочарованы. «Очень плохо для туризма, очень плохо для Греции. Печально. Мы не можем его увидеть, но он прекрасен даже снаружи. Мы разочарованы». «Мы вернулись из поездки на островах, хотели посетить Акрополь. Мы разочарованы, что он закрыт. Но греки защищают свои права, и это естественно». Спустя несколько лет финансового кризиса Греция пытается провести реформы, которые включают приватизацию государственных активов. Однако туристический сектор хочет, чтобы его наделили иммунитетом. «Нам недостаточно слов, нам недостаточно просто, чтобы они сказали, что памятники исключены из списка. Мы хотим закона, который бы делал для нас исключение». Туристический сезон в Греции идёт на спад в конце октября. В этом году в страну приехало рекордное число туристов – более 30 миллионов. 120 охотников беркучипа состязались в мастерстве на фестивале «Золотой орёл» в Монголии. Большинство участников – этнические казахи. «Фестиваль нацелен на сохранение традиции охоты с беркутом и других направлений казахской культуры». На равных с мужчинами демонстрируют умения молодые казашки. Возможность освоить традиционное мастерство стала для них доступнее после документального фильма «Охотница с орлом». Он вышел на экраны два года назад. Снялась в нём участница нынешнего фестиваля «Айшалпан». Тогда ей было 13. «Сначала было сложно сниматься, поскольку я застенчива, но потом становилось всё легче». Усилия девушки помогли снять условности в казахском сообществе. «Нет таких правил, по которым может охотиться только мужчина или глава семьи». Впрочем, несмотря на негласный запрет, некоторые казахи давно скрыт научили своих дочерей и внучек охотиться с ловчей птицей. «Меня научил охотиться с беркутом мой дедушка. Он разрешил мне приручать птенца». Участники фестиваля говорят, связь между охотником и беркутом священна. Птенца нужно забрать у матери, пока он ещё к ней не привязался, но уже может выжить без её заботы. Взрослея, птица всё больше привязывается к хозяину. Фестиваль Беркучи проходит в Монголии уже в 19-й раз. Познакомиться с древней традицией приезжают туристы из разных стран. «Прекрасно, что эта традиция жива. Я предпочитаю видеть охотников с беркутом, а не с ружьём. Думаю, это справедливее, ведь у животного есть больше шансов убежать или выжить». Участники фестиваля соревновались в нескольких охотничьих дисциплинах. Награды получили 18 лучших беркутчи. Жительница Зеленоградска Светлана идёт к своим подопечным. Под её началом – семь десятков бездомных кошек. А элегантный костюм полагается ей по должности. Называется она «Кота-шеф». Такую необычную вакансию недавно открыл Зеленоградский городской центр культуры и искусств. Заявку подали 80 претендентов. Главным требованием была любовь к животным. «Я с котами занимаюсь давно уже, понимаете. Я их кормлю. Меня все знают, что вот едет Света на велосипеде. Меня все узнают по велосипеду. Поэтому то, что изначально я кормила котов и кормлю, меня люди все знают. А тут вот как раз такая вакансия». Светлане назначили оклад – 5700 рублей и выдали форму. Она стала своеобразной рекламой нового работника. «Надо было такую форму одежды, которую её узнавали. То есть, как Мэри Поппинс, скажем так. То есть, мы как Мэри Поппинс. Вот она садилась на велосипед, она ехала, и её все дети узнавали. Так же и здесь. Кота-шеф. Она садится, одевает свою одежду, садится на свой велосипед, едет по Зеленоградскому, и её знают, что это Кота-шеф». Заодно Светлана выполняет роль аниматора. Когда кормят пушистых подопечных, её фотографируют или делают с ней селфи. «Коты недостойны заботы людской. Они же наши антидепрессанты. Они душу, как говорится, чистят и тело лечат. Так что это замечательно». Под опеку Светланы попали кошки, обитающие в районе нового сквера Котофейня. Кормить хвостатых нужно два раза в день. У Светланы много хлопот, но она говорит, что счастлива. Зеленоградск известен особым отношением к кошкам. Их статую повсюду украшают город, а в марте здесь отмечают День кота.